Студентка 4-го курса Самарского политеха Диора Пирова рассказывает журналистам о новом для себя опыте наставничестве. Сегодня она помогает учащимся вузов найти и проявить себя. А всего год назад девушка сама, преодолев сомнения, отправила портфолио на конкурс «Студент года» и победила. Диора с ее научными достижениями в области программной инженерии признали лучшей в номинации «Интеллект года» на региональном уровне, а на всероссийском этапе студентка стала лауреатом третьей степени престижной премии. После самопрезентации, после всех этапов конкурса, когда я уже стояла на сцене награждений и ждала этот результат, я понимала, как это круто, как это важно вообще участие в таких конкурсах. Я поняла, что именно «Студент года» позволяет развивать себя во всех сферах, показать всем, кто ты, что ты, что ты, как ты можешь себя где-либо реализовать, открывать себе большое количество возможностей. В этом году победителей и лауреатов определят в 11 ключевых номинациях, рассказывают организаторы. Среди студентов вузов и СУЗов выберут лучших старост, спортсменов, творческих личностей, профессионалов, интеллектуалов и добровольцев. Помимо ценных призов у них будет возможность публиковаться, стажироваться, получать дополнительное образование как в России, так и за рубежом, выстраивать карьеру по специальности. Конкурс является одним из ключевых событий в студенческой жизни Самарской области и позволяет выявить наиболее талантливых студентов в различных номинациях. Именно поэтому конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты» для каждого национального проекта образования, поддержанного президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. И это позволяет нам с уверенностью говорить, что те студенты, которые побеждают в этом конкурсе, действительно для них открываются различные возможности. И это действенные социальные лифты, которые сейчас существуют в нашей стране. Все этапы конкурса пройдут с соблюдением норм безопасности, предусмотренных в этом году Роспотребнадзором. Помещение, в котором участники будут подавать заявки, будет систематически проветриваться, обрабатываться. При подаче заявки у участников мы будем всегда просить соблюдать масочный режим, обработка рукоантисептическим средством. Подать заявку можно до 1 октября. В Самарской области конкурс проходит уже в девятый раз и в общей сложности. В нем приняли участие более 2,5 тысяч студентов региона. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.